Мы были в тех секретных цехах, где ее собирают, и видели, как ее готовят к старту. Мы следили за ее испытаниями, выезжали на пуск. Пуск, который ожидается сегодня, если не исторический, то уж точно знаковый. И это наши камеры записали кадры, которые разошлись по всему миру. Но это было только начало трилогии военной приемки про крупнейшую и мощнейшую из боевых ракет, когда-либо созданных человечеством. Имя ее «Сармат» и среди боевых ракет – это, конечно, ракета-рекордсмен. Высота – 14-этажный дом, диаметр 3 метра, масса – 200 тонн. И увидеть своими глазами вот такую громадину – это, конечно, невероятная удача. Поверьте, многое из того, что вы увидите в этом выпуске, кроме военной приемки, вам не покажет никто. Итак, сегодня вас ждет вторая серия нашей трилогии. И если в первой мы сделали акцент на первый полноценный полет «Сармата», которому наша военная наука шла почти 10 лет, то в этой, второй, мы попробуем разобраться в том, как устроена эта гигантская ракета. И тогда вы поймете, почему ее называют шедевром энергоэффективности, какие технологии делают ее невидимой, что представляют собой двигатели «Сармата» и почему его вообще невозможно остановить. Итак, это военная приемка. Поехали! В эфире телеканал «Звезда. Военная приемка». Мы находимся сейчас в государственном ракетном центре имени Макеева. Рядом с нами генеральный конструктор этого центра. И знаете, наша программа существует давно, 70 лишних лет. Многое мы вам показывали, но то, что вы увидите сейчас, это просто из разряда фантастики вещь невероятная. Это самый большой в мире стенд, имитирующий что? Имитирующий разреженное состояние атмосферы. Перед нами находится аэродинамический обтекатель, который обеспечивает работоспособность боевой ступени разведения. Ракеты «Сармат». Ракеты «Сармат», да. Чтобы соблюсти требования секретности, внешний вид носовой части обтекателя заретуширован, а он заслуживает особого внимания. Схематично мы можем рассмотреть его на макете. Вы наверняка обратили внимание на необычную форму обтекателя, верхней части которого находится, ну вот, то, что мы назвали бы ушами. На самом деле это защитные кожухи для двигателей. То есть там внутри расположены двигатели в тот момент, когда ракета стартует. Кстати, обратите внимание на глухой звук. То есть это не алюминиево-магниевый сплав, это стекловолокно, полимерный композит. Так вот, в тот момент, когда ракета летит, и появляется необходимость отстрелить обтекатель, вот здесь, за этими кожухами расположены двигатели. Эти двигатели срабатывают, и прямо в полете обтекатель отстреливается. Перед вами редкие кадры испытаний «Сармата». Чтобы делать такие вещи в вакууме, нужен суперстенд. Впервые мы увидели испытательную базу такого масштаба в подмосковном Риотове, в НПО «Машиностроение», когда делали фильм про военную космическую станцию «Алмаз». Потом там же, во время съемок фильма про гиперзвуковую ракету «Циркон», нам показали стенд еще большего размера, где существует возможность создавать глубокий вакуум, где можно обеспечить просто невероятный нагрев в тысячи градусов. Однако камера, где испытывался «Сармат», превзошла все наши ожидания. Впрочем, понятно почему. Здесь проверяют на прочность детали и узлы тяжелых, то есть больших, межконтинентальных баллистических ракет. А неужели в Штатах нет таких стендов? Такой стенд только один. Это у нас. Значит, построили его четыре года. Окончание строительства в 1984 году. И с тех пор все испытания тех ракет, которые мы изготавливали, разрабатывали, проходили, именно этот вакуум динамичистый. Перед тем, как начать строить стенд, собрали кран. И только потом, с его помощью, возвели эти мощные стены. Чтобы вы понимали, какая здесь толщина стен. То есть это реальные стены? Да. Это реальные стены, которые снабжены определенной конструкцией, позволяющей обеспечить вакуум в 10-30 степени. Тут же получается огромное давление с внешней стороны этих дверей и этой камеры. Поэтому она должна быть очень прочная для того, чтобы не продавилась стенка. И она должна быть очень толстая. Высотой с четырехэтажный дом, толщиной под стать самой камере. Конечно, что я говорю, все это вызывает просто невероятное восхищение теми людьми, кто все это создал. И не забывайте, эта гигантская дверь должна закрываться наглухо. Маленьшая щель и про вакуум можно забыть. Вот, уважаемые телезрители, посмотрите, какая глубина этого стенда. Какая она? 12 метров. И высота? 60 метров. 72 метра. Что такое наглухо задраенные 72 метра? Это почти подводная лодка. Для сравнения, длина дизеля электрической в Рашавянке 73,8 метра. Ширина ее 9,9. Так вот, диаметр Макеевской вакуумной башни 10 метров. Так что наше сравнение вполне корректно. Перед вами стоящая вертикально подводная лодка. Стенд этот настолько большой, что специально ради него построили лифт. Мы сейчас поднялись на последний этаж. Те самые 72 метра. Откуда открывается прекрасный вид на верхнюю часть вакуумной камеры. Заходим внутрь. В чем принцип действия? Сначала сюда загружают ракету. Ну, например, элементы ракеты «Сармат», соединенные вместе, к примеру, первую и вторую ступень. Что нужно проверить? Проверить механизм срабатывания автоматики. Что для этого делают? Здесь подвешивают две ступени, выкачивают воздух. То есть здесь образуется вакуум, чистый космос. И по команде эту ракету сбрасывают вниз. В какой-то момент первая и вторая ступень рассоединяются. И все это происходит вот здесь, в полете. Фишка этого стенда в том, что мы создаем обстановку реального космоса. Ну, а падением достигаем полета в этом космосе. Вот кадры этих испытаний. Что они имитируют? Вспомним космодром Плесецк. Первый полет «Сармата» – момент старта. Ну, а на самом старте самый ответственный и самый сложный момент – вот этот. Когда на определенной высоте ракета зависает, и в эту секунду срабатывает автоматика, включаются маршевые двигатели, сбрасывается отсек, обеспечивающий минометный старт, и ракета стремительно уходит вверх. Так вот, нечто подобное происходит и внутри стенда. Та же автоматика, тот же полет, только в вакууме, имитирующем космос. Мы в школе проходили, что в вакууме в виде копеечная монета и перышко падают с одной стороны. Совершенно верно. Дело в том, что атмосфера не позволяет перышку так быстро обосрабатывать, нежели монетка. А здесь как раз мы создаем такие условия, которые обеспечивают отработку в штатных условиях эксплуатации ракеты, то есть в штатных условиях полета. Конечно, это не единственный эксперимент, который проводят на стенде, но суть ясна. Здесь раз за разом доводят до совершенства правильное срабатывание всех систем на определенных участках полета. Правда, вместо классического полета тут полет в падении. Ракету просто кидают вниз. Это очень важный момент, очень важный, чтобы не было таких условий, которые могли бы повлиять на полет ракеты. В первой серии мы показывали, насколько мал человек на фоне тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты. Это «Воевода» или «Сатана», как ее назвали на Западе. Самая большая боевая ракета мира времен СССР. Установлена в зале, который носит имя Сергея Павловича Королева в Академии ракетных войск стратегического назначения. Именно здесь собрана самая большая в нашей стране коллекция стратегических ядерных ракет. Сармата в этой аудитории еще нет, зато есть другая новинка – «Авангард». А теперь, находясь рядом с гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», мы должны представить вам офицера, который возглавляет институт, военный институт, центральный научно-исследовательский институт, созданный и работающий исключительно в интересах РВСН. Именно в этом институте формулировались технические задания на создание ракетного комплекса «Авангард» и на «Сармат». Это начальник института Дмитрий Александрович Князев. Дмитрий Александрович, почему из всего многообразия КБ при создании «Сармата» выбор пал именно на ГРЦ Макеева? Основным аргументом в пользу ГРЦ Макеева являлись это большой опыт по созданию ракет стратегического назначения и, конечно же, наличие в составе кооперации предприятий промышленности, входящей в ГРЦ Макеева, большого количества современной лабораторной, экспериментальной и промышленной базы, позволяющей создать, отработать и изготовить составные части ракетных комплексов стратегического назначения и отработать ракету. У макеевцев действительно большой опыт. Государственный ракетный центр занимается стратегическим вооружением с 1947 года. В этом году как раз юбилей 75 лет. Причем большая часть созданных здесь ракет работает, как и «Сармат» на жидком топливе. И второе, до «Сармата» здесь была разработана ракета, которую генеральный конструктор центра называет лучшей. Лучшая ракета в мире. Есть источники зарубежные, не наши, которые говорят о том, что и называется эта ракета как шедевр морского ракетостроения. Чтобы понять, в какой номинации «Синева» считается лучшей в мире, и при чем тут «Сармат», надо погрузиться в историю. В кабинете генерального конструктора центра длинный ряд моделей ракет, разработанных здесь же. И пусть они выполнены не в натуральную величину, как в Академии РВСН, зато с четким соблюдением пропорций. Итак, перед вами первая пара, то, с чего все начиналось. Р-11, Р-13 – это ракеты, которые были предназначены для сухопутных войск. Разрабатывались они в ОКБ-1 Сергея Павловича Королева. Разрабатывались в Подмосковье, а собирались в Златоусте. Эту работу курировал ученик Королева Виктор Макеев. Позже его имя будет присвоено центру, а в 1959 году Макееву всего 30 лет. Несмотря на это, именно его Королев назначает главным конструктором первой массово выпускаемой морской баллистической ракеты Р-13. Подвода лодка всплывала, поднимался стол, подвигались эти ракеты, и запускались, и улетали. Это К-3, знаменитый ленинский комсомол. Первая советская атомная подводная лодка. Так совпало, что именно в год пуска Сармата она пережила удивительное путешествие из Баренцева моря в Балтийское, в Кронштадт, чтобы стать музеем. Мы не случайно вспомнили про первую атомную. Дело в том, что ракетами Р-13 вооружали подводные лодки 658-го проекта, созданные на основе К-3. Однако у Р-13 был серьезный недостаток. Их запуск был возможен только после всплытия. Так появляется Р-21. Первая баллистическая ракета с подводным стартом и дальностью всего 1550 километров. Потом Р-27 с дальностью увеличены вдвое. К этому времени на вооружении РВСН, главной составляющей ядерной триады, уже давно стоят шахтные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, но межконтинентальной ракеты морского базирования в стране еще нет. Так макеевцы создают Р-29. Это первая межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования. Она летала на 8 тысяч километров, а американский «Посейдон» в то время летал на 5700. Именно ракеты для подводных лодок долгое время были главной фишкой ГРЦ. Правда, как и все предыдущие, Р-29 оснащалось всего одной боеголовкой. Этого было мало, и центр переходит к выпуску ракет, где число боеголовок больше единицы. При этом все упомянутые нами ракеты работали на жидком топливе. Американцы все это время строили ракеты на твердом. Строго говоря, и мы строили, и продолжаем строить твердотопливные. Это ракета-балава для атомных подводных ракетоносцев, ну и, конечно, знаменитые тополя, ярсы, лучшее решение для установки на колеса. Военная приемка много и подробно рассказывала про эти мобильные комплексы. Кстати, не все знают, но, например, в США такой мобильной колесной группировки не существует. А у нас подобные комплексы действуют по всей стране. Рассредоточившись рандомно по территории России, они становятся невидимками на маршрутах боевого патрулирования. Но у жидкотопливных ракет совсем другие козыри. Так, в фильме про Сармат мы подходим к важнейшему вопросу. А какие ракеты эффективнее с точки зрения энергетики? Твердотопливные или жидкотопливные? Для того, чтобы сравнивать жидкотопливную ракету или твердотопливную ракету, ну, нужно какой-то общий знаменатель хотя бы. Ну, хотя бы масса. Вот при одной и той же массе жидкотопливная ракета выносит большую нагрузку, чем твердотопливная. Перед вами две ракеты. Это твердотопливная. Тайфун. Это? Синева. Жидкотопливная. Здесь и здесь количество боевых блоков одинаковое. А масса? А масса в два раза меньше. Это 41 тонну, это 95 тонн. Вот что важно. Имея одинаковую массу боевых блоков, любая ракета жидкотопливная будет весить меньше, точно такой же твердотопливной. Кстати, упомянутый Тайфун это ракета отечественная. Что ж, сравним нашу Синеву и ее одноклассницу из США ракету Трайдент. Дальность полета и масса полезной нагрузки почти одинаковая, но американка весит в полтора раза больше. Будем так говорить, 46,5 единиц. Вот такая энерговооруженность ракеты. Если взять Трайдент, у него 37,5. Это показатель. Это 46,5 непревзойденный показатель. Есть источники зарубежные, не наши, которые говорят о том, что и называется эта ракета как шедевр морского ракетостроения. Теперь вы понимаете, кому доверили разработку Сармата? Создателям самой энерговооруженной ракеты мира. Эти люди прекрасно понимали, что новая тяжелая ракета может быть только жидко-топливной. Но было еще одно требование РВСН. Эта новая должна вмещаться в шахту от комплекса предыдущего поколения воеводы. Наверное, было бы глупо не использовать ту инфраструктуру, а мы знаем, что комплекс воевода это 80-е годы прошлого столетия, не такой он и старый. Поэтому сегодня мы используем шахтные пусковые установки комплекса воевода, мы проводим доработки, это существенно удешевляет строительство инфраструктуры и в целом ракетного комплекса. Иными словами, конструкторы должны были создать ракету в габаритах воеводы, но в разы превосходящую его по эффективности. Мы спрашиваем у командующего, в чем принципиальное отличие Сармата по сравнению с воеводой. Первое бы я назвал это укороченный активный участок траектории. Второе это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, который позволяет иметь большое количество боевого оснащения. Следующее это его защищенность с точки зрения тех применяемых материалов как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок. И таких отличий можно много и много перечислять. это были различия, а общее между Сарматом и воеводой это энергетика и, как мы уже говорили, габариты. К вопросу об энергетике. Вот перед вами макет синевы. На самом деле ракета это не маленькая, но на фоне гиганта Сармата она, конечно, кажется совсем небольшой. Эти макеты выполнены в одном масштабе. В одном масштабе. Правильно я понимаю, что основной объем Сармата это топливный бак. Да, вы понимаете правильно, обеспечение энергетики, все отсеки, конструкция ракеты обеспечена таким образом, что здесь находятся окислители горючие, которые позволяют нам обеспечить максимальную дальность даже орбитальную траекторию. В ракетостроении существуют две принципиально разные топливные схемы. Первая, которую применяют на большинстве ракет, на всех самолетах, на автомобилях, когда в качестве окислителя используется кислород воздуха, а топливом может быть бензин или дизель для автомобилей или специальный керосин для авиации, но если вы забираетесь туда, где кислорода нет, на орбитальные траектории, то тут помимо топлива в полет надо брать окислитель и не обязательно кислород. Есть вещи более эффективные. Помнится, в одной из военных академий мы снимали эпизод, где курсантам демонстрировали опыт, во время которого окислитель, перекись водорода, взаимодействовал пусть и не с топливом, а всего лишь с оксидом свинца, но результат вы видите сами. Поверьте, Сармат работает на куда более реакционоспособных компонентах. На несимметричном геметиле-гидрозине и азотном тетраксиде именно эти компоненты обеспечивают длительное и надежное хранение ракеты. Высокую боевую готовность собственно эти два компонента обеспечивают нашим жидкостным ракетам. Вот тут очень интересный момент. Мне всегда казалось, что пилотируемой космонавтике жить сложнее, потому что нужно доставить вверх туда человека со всеми причиндалами. Оказывается, у РВСН есть другие сложности. Ракета должна обеспечивать высокую боевую готовность и высокую надежность, несмотря на то, что она очень длительное время находится на боевом дежурстве. Иногда не один десяток лет ракета находится в готовности к боевому применению. Надо понимать, что на таких ракетах, как Сармат, двигателей много. Представьте поезд, в котором вообще нет вагонов, зато есть тепловозы. Каждый тепловоз — это самостоятельный отсек со своими двигателями. У Сармата таких отсеков тепловозов три, значит, три набора двигателей. Вопрос, а почему так мало? Почему всего три? Ведь для рекордной ракеты можно было собрать рекордное число ступеней. Оказывается, нет. Существует оптимум. Этот оптимум очень характеризует боевые ракеты. Дело в том, что боевая техника должна быть очень высоко надежной. Вот и когда мы переходим от одного или ограниченного количества агрегатов к большому количеству агрегатов, у нас сразу вступает в противоречие вопрос надежности. Чем больше агрегатов, тем больше средств и ресурсов нужно для их отработки. Итак, давайте разбираться, как устроен Сармат, но на примере воеводы. Напомним, именно ему на смену придет новая ракета. Не специалист разницу между Сарматом и воеводой вряд ли заметит. Тем более, что концептуально обе эти ракеты построены по одному и тому же принципу. Сейчас я нахожусь в баке окислителя первой ступени. Посмотрите, насколько она огромная, эта первая ступень. Вот эти три цилиндра это все фрагменты одной первой ступени. Дальше вот там за спиной закрытой тканью вторая ступень и вот это самая главная, головная часть. Там находятся боевые блоки. Еще. Здесь в Академии РВСН у нас появляется уникальная возможность рассмотреть покрытие ракеты. Это не краска. Как многие могут подумать, это специальное радиопоглощающее покрытие, обеспечивающее ракете максимальную незаметность. Именно из-за этого черного покрытия Сармат и Воевода так похожи друг на друга. Настолько, что на Западе новую ракету назвали Сатана-2. Впрочем, покрытие на Сармате куда серьезнее. Сам факт того, что нам его не показывают, говорит о серьезных ноу-хау в теме защиты. Поэтому откладываем эту тему в сторону и переходим к вопросу строения ракеты. Итак, нам дано первая ступень. Она самая большая, потому что ей необходимо работать на старте и вытолкать на орбиту 200 тонн. На этом этапе изобретать велосипед нет необходимости, поэтому первая ступень на всех ракетах очень похожа. По сути, это огромный бак с реактивными двигателями, но у наших ракет эти двигатели не самые простые. И снова в фильме про Сармат двигатель к сожалению не Сарматовский, потому что мы показывать его не можем, но тем не менее некоторые принципы основные здесь мы проследить можем. Это двигатель от ракеты воевода первой ступени маршевый поворотный двигатель. Дело в том, что двигательная установка ракеты воевода имеет 4 маршевых двигателя и каждый из двигателей имеет тягу более 100 тонн. Перед вами испытание похожего по конструкции двигателя. Это РД-107. Ракетный двигатель для ракетоносителя «Союз». Тяга как раз те самые 100 тонн, точнее 102. Мощность струи каждого двигателя на старте достигает миллионов киловатт. Не всякая АЭС выдает такую энергию. Я вот держусь за интересное устройство, которое называется шарнир. Именно он обеспечивает поворот этого маршевого двигателя. То есть двигатель маршевый качается, обеспечивая управление полетом ракет. А поскольку их 4, то управление обеспечивается и по тангажу, и по рысканию, и по вращению, что весьма эффективно обеспечивает устойчивость ракеты на активном участке траектории. Если бы двигатели были закреплены неподвижно, ракета летела бы только вперед. Но благодаря поворотным двигателям и воевода, и сармат способны идти к цели по настильной траектории. Ракеты тяжелого класса имеют очень большой запас топлива. Причем этот запас топлива очень быстро должен расходоваться. И получается, что когда ракета относительно длительный промежуток времени находится в полете, часть топлива уже потратила, а вот та масса конструкции, которая использовалась для хранения потраченного топлива, уже перестает иметь свою ценность. Она начинает мешать полету ракеты. Так, в полете вот эта часть теряет ценность и сармат ее просто отбрасывает. После чего продолжает полет вот этот фрагмент, состоящий из второй и третьей ступеней. Перед нами двигатель второй ступени. Конечно, хотелось бы сказать, что ракеты сармат нет, это ракета воевода. Если правильно говорить, то это не двигатель, это двигательная установка, потому что включает она в себя маршевый двигатель. Вот он в центре такой, самый большой, предназначенный для разгона ракеты на активном участке траектории тягой. Почти или более ста тонн один двигатель. Второй двигатель это вот этот маленький четырехкамерный двигатель, применяемый для управления полетом ракеты. помните, на первой ступени было четыре двигателя. Они пробивали плотные слои атмосферы. Вот как это выглядит со стороны. Перед нами полет сармата как раз на четырех мешках. Ну а дальше на втором участке, который проходит уже в космосе, так много двигателей не нужно. Здесь маршевый толкает, еще один корректирует курс, и вот на этом сходство с воеводой заканчивается и начинается сходство с синевой. Термин, который вы услышите сейчас, уверен, не забудете никогда. Итак, на второй ступени сармата стоит двигатель, впервые примененный на синеве двигатель утопленник. Это двигатель, который находится, располагается в баке горючего. В синеве и в баке горючего двигатель утоплен и в баке охислителя. Это обеспечивает нам полностью заполнение всех межтрубочных пространств, межарматурных объемов. Классическая схема, например, на том же Союзе выглядит так. Бак отдельно, двигатель отдельно. Это безопаснее. Однако при такой компоновке пространство вокруг двигателя расходуется неэффективно. Для Союза это не страшно. Он уходит в космос не из подземной шахты, как воеводы или сармат, а с большого стартового стола. И поэтому в такой ситуации увеличение размеров ракеты не так критичны. А вот у Сармата, как, впрочем, и у Синевы, старт из шахты, а размер ее, как мы уже поняли, ограничен. Вот и пришлось конструкторам мудрить с утопленниками. Кстати, при такой схеме топливо выступает еще и в роли системы охлаждения. Если сравнить вот так приблизительно стандартный среднестатистический ракетный двигатель и двигатель утопленник по сложности изготовления, насколько это в разы, на проценты? Мы научились делать такие двигатели, для нас это вообще не составляет никакого труда. Просто рутинный процесс создания этого двигателя. Он нами отработан уже многие годы. Но в мире кто-то делает такое? В мире кроме нас никто таких двигателей делает. Это эксклюзив, это только мы можем делать такие двигатели. Авторы двигателя утопленника два гениальных инженера двух разных КБ. Виктор Макеев, глава того самого ГРЦ, и Алексей Исаев, генеральный конструктор КБ химического машиностроения, специализирующегося на создании двигателей для ракет не только баллистических, но и космических. Если эта система такая понятная, опробованная, экономически, энергетически выгодная, почему повсеместно в ракетах не переходят на эти двигатели и утопленники? Это сложный процесс. Не каждому удается решить такую сложную задачу. Она была решена, и сегодня я хотел еще раз повториться, что для нас, для конструкторов, разработчиков морских ракетных комплексов жидкоснового направления, проблем мы не видим вообще никаких. Напомню, этот двигатель работает на второй ступени, когда Сармат идет по орбите. И прежде, чем мы начнем рассказ про третью ступень, стоит сделать небольшое отступление и поговорить как раз про орбиту, про космос. Во-первых, потому что Государственный ракетный центр, автор Сармата, входит в состав Роскосмоса, и второе, тут придумывают не только баллистические ракеты. Сейчас мы находимся в кабинете Виктора Петровича Макеева и видим ракеты, которые на боевые вообще не похожи. Абсолютно верно. Работы ГРЦ Макеева не сводятся к разработке собственно только боевых комплексов. Первая ракета «Россиянка» выполнен технический проект и обоснована принципиальная возможность возвращения первой ступени. Сейчас эту идею вовсю использует американец Илон Маск, но первыми ее предложили макеевцы. Проект «Воздушный старт» Идея его заключается в том, что ракета космическая располагается внутри самолета-носителя и первую часть пути, плотные слои атмосферы проходят внутри самолета. В такой ситуации помимо существующих уже космодромов может появиться еще и летающий на базе самолета. Конечно, такой объем, как у ракеты-носителя «Союз», существующие ныне самолеты не вывезут, но своя ниша у такой схемы есть. Таких проектов в государственном ракетном центре множество. О них мы когда-нибудь еще расскажем. Тут есть просто невероятные вещи. Но наш фильм все-таки про Сармат, про который еще пять лет назад злые языки писали, мол, русские не смогут создать ракету размером с Воеводу, а мы смогли. Перед нами боевая ступень разведения ракеты Воеводы. Два топливных бака, двигатели, и вот тут надо понимать, что именно эта ступень ближе всех подходит к цели. То есть после старта сначала отстыковывается первая ступень, потом вторая, а эта продолжает полет, но и она в свою очередь начинает делиться. И вот сейчас у нас появляется уникальная возможность забраться непосредственно в то самое пространство ракеты Воевода, где находятся самые главные боевые блоки. блоков несколько, у каждого из них своя цель. А теперь представьте, на старте у нас 14-этажный дом, ракета массой 200 тонн, а до цели доходит все то, что помещается в этом небольшом помещении. Это к вопросу об эффективности тяжелых межконтинентальных баллистических ракет. Для понимания, в этом небольшом отсеке третьей ступени может поместиться далеко не одна боеголовка. В случае с Сарматом суммарная мощность этих боеголовок оценивается условной цифрой в 500 Херосим. Что на Сармате собой представляет полезная нагрузка? Полезная нагрузка на ракетном комплексе Сармат представляет собой большой спектр боевого оснащения. Большой спектр, то есть много разных вариантов? Много, абсолютно много разных вариантов, в том числе в отличие от ракетного комплекса воевода в составе Сармата будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие корлаты блоки. Между строк мы читаем интересную мысль о том, что гиперзвуковые блоки, то есть вы говорите во множественном числе. Гиперзвуковые блоки, да, блоки. Мы уже говорили, максимальная скорость Сармата в 15 раз больше скорости звука. В зависимости от высоты это от 4 до 10 километров в секунду. Так вот, обычно перед разделением боеголовок ракета должна замедляться. Но вы сами слышали, здесь даже боеголовки гиперзвуковые. Помните, что сказал президент США Байден про гиперзвуковое оружие? Цитирую, оно такое же, как остальное, кроме того, что его почти невозможно остановить. боевые блоки испытывают аэродинамическое сопротивление, серьезные перегрузки и аэродинамический нагрев, который, в свою очередь, составляет более 2100 градусов. Конечно, большую часть пути эту нагрузку принимает на себя носовой обтекатель ракеты. Вам показывали его в самом начале программы. Здесь же, под носовым обтекателем, находится и система наведения ракеты. Про нее мы тоже не имеем права рассказывать. Зато в наших силах еще раз напомнить, на что способна эта гигантская махина. Смотрим внимательно на глобус. Внимание, вопрос, что может сделать Сармат, что не может сделать никакая другая баллистическая ракета в мире? На самом деле, техническим заданием на разработку комплекса Армат были заданы варианты траектории, которые могли бы позволить обеспечить доставку полезной нагрузки до любой точки земного шара, который вы только сейчас крутили. До любой, из любой? Из любой и до любой. Во время Холодной войны подразумевалось, что советские ракеты будут лететь к территории вероятного противника по кратчайшей траектории, через Северный полюс. Именно на этом и базировался проект системы ПРО США, который в такой ситуации просто теряет смысл. Это единственная ракета, которая может обойти всю Землю вокруг земного шара. Через экватор, через Южный полюс, через Северный вообще есть? Совершенно без разницы. Большинство ядерных ракет все равно, что ладьи или слоны в шахматах, они бьют по прямой. Сармат это ферзь, который может ходить еще и конем. И понять, как именно он полетит, невозможно. Сегодня нужно говорить о комплексе Сармат как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет. это раз. И второе, это комплекс, который создает промышленный, военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего. И в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация только в наших руках для того, чтобы он был на страже рубежей нашей Родины. Итак, теперь вы знаете о Сармате чуть больше. Но это далеко не вся информация, которую мы припасли для постоянных зрителей военной приемки. На следующей неделе продолжение истории о новой ракете. И в следующий раз мы отправимся в ракетную часть, где будет нести службу Сармат. Покажем, как она устроена и даже побываем в заглубленном командном пункте. А еще покажем, как готовят офицеров, которым предстоит нести дежурство на красных кнопках запуска Сарматов и даже ракетных комплексов «Авангард». Про них мы тоже расскажем. А значит, коснемся еще и темы гиперзвука. Итак, это была военная приемка. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова